70 лет прошло с того времени, как завершилась Вторая мировая война. Но день 9 мая всегда останется для всех нас светлым и печальным одновременно. Для нас это праздник, объединяющий всех, молодое, не знающее той войны поколение, и убеленных сединами солдат. Праздник, который стал символом национальной гордости и памяти. Подвиг нашего народа не подвластен времени. Напротив, с годами наша благодарность тем, кто его совершил, только усиливается. Святая традиция праздника Победы – митинг на площади имени Ленина. Сотни, тысячи горожан пришли сюда, чтобы быть сопричастными к великому событию. Главными героями торжества стали ветераны, фронтовики, партизаны, подпольщики, труженики военного тыла, узники фашизма, ветераны вооруженных сил. Торжественная минута начала митинга – подъем государственного флага Республики Беларусь. Право предоставляется ветерану Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Пинска Игорю Глебовичу Смирнову и сержанту Михаилу Тимошенко, заместителю командира взвода Центра подготовки специалистов Пинского пограничного отряда. Звучит гимн Республики Беларусь. Открывает митинг председатель Пинского городского исполнительного комитета Андрей Мулярчик. Обращаясь к ветеранам и пинчанам, всем участникам праздничного торжества, Андрей Владимирович поздравил их с великим и незабываемым днем. Вот уже много десятилетний праздник Победы для нас самый главный, самый народный. Ни одного из наших праздников нет седины на висках. У этого есть. Ни одного из наших праздников нет слез на глазах. У этого есть. Потому что никто не забыт и ничто не забыто. Время неумолимо. Ряды ветеранов редеют с каждым годом. Все меньше их участвует в торжествах в честь их мужества, стойкости и любви к Родине. Девятый мая, этот день – торжества, когда в городе. День бескористы, овощи и разгромы фашизма. На празднование 70-летия Великой Победы в Пинск прибыл герой Российской Федерации, подводник, создатель системы глубоководных аппаратов «Мир» Евгений Сергеевич Черняев. Дорогие соотечественники, я очень рад в возможности провести этот фактный день вместе с вами. Поздравляем вас с благожданным великим Днем Победы. Этот день на них память о великой стеснении, о мужестве, героизме нашего народа. Глубокого уважения и почета заслуживают все, кто в суровые военные годы с честью и достоинством выполнял воинский долг. Кто ковал победу в цехах, кто растил хлеб и детей, оберегал стариков. Никогда не померкнет величие этой победы и бессмертного подвига поколения победителей. Вечной будет слава героям, и новые поколения будут воздавать им заслуженные почести. По традиции, после завершения митинга состоялся парад. Торжественным маршем прошли по площади Чеканя-Шак и держа равнение на ветеранов воины-пограничники, служащие отдела внутренних дел, сотрудники МЧС, учащиеся военно-патриотических и юридических классов. На реке Пина рейд теплоходов, катеров и буксира с ударем завода Днепробукского водного пути, спасательной станции, пограничников. В нем принимают участие и юные спортсмены с дюшер по гребным видам спорта. Колонна направляется к святому для каждого пинчанина месту, мемориалу погибшим за освобождение нашего города в парке культуры и отдыха имени Днепровской флотилии. Он был создан в 1964 году во знаменование 20-й годовщины освобождения Пинска от немецко-фашистских захватчиков. Спустя 50 лет произведена реконструкция главной военно-исторической достопримечательности города. В преддверии всенародного праздника пинчане возродили священный вечный огонь у братской могилы. Церемония зажжения состоялась 7 мая. Накануне 70-летия освобождения советского народа от немецко-фашистских захватчиков, город-герой Брест принимает делегации из разных городов и стран постсоветского пространства. 7 мая в Брестскую крепость прибыла делегация из Пинска для того, чтобы по сложившейся традиции у стен легендарной крепости зажечь церемониальный факел и доставить пламя вечного огня к мемориальному комплексу воинам-освободителям Пинска. Впервые такая акция была проведена 7 ноября 1967 года. Тогда тоже символ скорби по погибшему народу в городе Великой Отечественной войны также был зажжен здесь в Брестской крепости. В октябре прошлого года были начаты работы по реконструкции мемориального комплекса освободителям города Пинска и в ходе этих работ был временно погашен вечный огонь. Для Пинского городского исполнительного комитета зажжение вечного огня имеет очень огромное значение. И для этого была отправлена делегация из города Пинска в город Брест. Реконструкция главной военно-исторической достопримечательности города Пинска была начата в рамках подготовки к празднованию 70-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне. Из городского бюджета на строительные работы было выделено около 5 миллиардов рублей. В течение полугода выполнялись работы по модернизации мемориальной стелы, элементов вечного огня, благоустройству и озеленению прилегающей территории. И 7 мая, накануне Великого праздника, вечный огонь вновь был зажжен на мемориальном комплексе. В этот день в Брестской крепости состоялся торжественный митинг, посвященный зажжению вечного огня для реконструированного мемориального комплекса освободителям Пинска. Представители делегаций города Пинска возложили цветы к вечному огню, после чего состоялась торжественная церемония зажжения факела. Священное пламя вечного огня было бережно доставлено в Пинск. На въезде в город его встречала патриотическая эстафета. В торжественной колонне в сопровождении машин ГАИ молодежной велоколонны победителей городского конкурса на лучшее оригинальное оформление автомобиля, посвященного 70-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне, вечный огонь был доставлен в городской парк к братской могиле. Здесь, на этом поистине святом месте, состоялся митинг, посвященный зажжению вечного огня. В нем приняли участие руководство города, городская общественность, молодежь. Право зажечь вечный огонь, доставленный из мемориального комплекса «Брестская крепость-герой» было предоставлено участнику Великой Отечественной войны, почетному гражданину города Пинска Борису Александровичу Благовидову. Дорогие товарищи, сегодня символичный день, когда огонь из Брестской крепости-героев перенесен в наш город, любимый город Пинск, на братскую могилу. Мы с вами должны это помнить и знать, что он зажжет 6 победителей, которые, понимаете, не дожили до наших дней. Желаю вам всего доброго, здоровья, большого человеческого счастья, любви и, самое главное, уважайте стариков. Их осталось очень мало. Собравшиеся возложили цветы к братской могиле, прикрепили к деревьям медальоны «Я помню, я горжусь», почтили минутой молчания тех, кто погиб, освобождая наш город Пинск и наше Отечество. Этот день, 7 мая 2015 года, уже вошел в историю Пинска как знаковый и памятный. День, когда на мемориальном комплексе воинам-освободителям вновь зажегся вечный огонь, как символ вечной памяти о погибших воинах. Вспомним всех, кто не вернулся с войны, не дожил до мая 45-го. Солдат, офицеров, партизан, подпольщиков, сыновей и дочерей многих народов, отдавших свои жизни за победу в Великой Отечественной войне. Многое изменилось с тех пор, но навсегда неизменным останется величие общей победы, подвига, который совершил народ ради будущего, ради женщин и детей, ради внуков и правнуков, ради нас с вами, ради мира на земле. Всем миром, всем народом, всей землей поклонимся за тот великий бой. В честь павших, кто сложил в бою голову за сегодняшний светлый день, кто навеки остался в нашей памяти минута молчания. В Пинске, на территории современного парка, 12-14 июля 1944-го, героически сражались и погибли воины-освободители, принесшие свои жизни на алтарь свободы и независимости. Их имена не будут забыты благодарными пинчанами. Наряду с земляками-белорусами за освобождение города пали смертью храбрых воины, призванные со всех уголков Советского Союза. В ходе кропотливой поисково-исследовательской работы удалось установить имена 76 бойцов и командиров, погибших и похороненных в Пинске. 9 мая в честь 70-летия Великой Победы восстанавливается историческая справедливость. На мемориальных плитах заняли свое место новые имена героев-освободителей. Почетное право открыть мемориальные доски, предоставляется уважаемым людям, пинчанам, а также родственникам погибших в Пинске воинов. Я говорю слова благодарности и земной поклон администрации города Пинска за то, что я сейчас стою здесь, для меня, в священном месте, в этот день, в день праздника Великой Победы. Я приехал из Грузии, из маленького села Патрикаты, чтобы отдать там бабе, моего дяди, в общение. Несмотря на то, что мы сейчас живем в разных государствах, белорусских, грузинских, украинских, российских, у нас объединяет одного общего, и никакие границы не сотрудят нашу дружбу и единство. Мы очень волнуемся все, потому что эти наши дяди были 70 лет в Визовске пропавшие, а теперь мы о них столько узнали, благодаря таким людям, которые здесь живут, и благодаря администрации вашего города мы всем очень сильно благодарны, потому что вообще ничего не знали. У нас очень огромная родня, и все с нетерпением ждут нашего возвращения и рассказа о нашем дяде. Наш отец еще живой, его младший брат, он просто не смог приехать. Все очень волнуются, и огромное спасибо всем жителям за такое понимание, за такое отношение, что вот так вот их почитают. Подскорбные звуки оркестра ложатся к подножию вечного огня живые цветы. По завершению митинга состоялась церемония возложения венка на реку по военно-морской традиции в память о погибших при освобождении Пинска. Гуляния в этот прекрасный солнечный день развернулись на улицах и площадях города. Конечно, главными героями всех мероприятий были ветераны. Очень много значит День Победы для меня сегодня, потому что он меня застал в разгар боя в мае 1945 года после занятия Берлина по дороге на Прагу, где поднялось восстание, и мы спешили на помощь. Это невыразимо. Пришла в партизаны, мне было 19, сейчас мне 94. Можете представить. Есть, что вспомнить, есть, что говорить, конечно. 9 мая мы встретились, я сама с Гомельской областью, там уже такая радость, такие слезы были, что мы и целовались, и плакали, и знаете, как то. Война застала меня, когда мне уже было где-то 14 лет. 13-14 год. И я очень все помню и начало войны, и пережил войну. Но в 1944 году я попал в концлагерь, я был в Германии. Малолетний узник фашизма? Да, я узник фашизма. А сегодняшний день? Сегодня? 9 мая. Это просто радостный праздник. Такого, ну мы, 70 лет тому назад мы очень ждали, что скоро нас освобождят, а сейчас мы 70 лет прожили. Так сказать, спасибо нашей правительству, всем нам и всем, кто нас освобождал. Сегодня восхищена тем, что очень хорошо нас принимают, не забивают нас, и рада тому, что мы не забиваем и людей, которые погибли. Мы помним и всегда будем помнить подвиги наших отцов, дедов и прадедов. Чтобы никогда в веках не затерялись имена солдат Великой Отечественной. Чтобы каждый, кто причастен к делу Великой Победы, почувствовал нашу гордость и восхищение. Благодарность тех, ради кого они отстояли мир. Я рад, что у нас есть такие люди, что у нас ветераны есть. Они защищали нашу страну. Здоровья хочу, конечно, пожелать, чтобы подольше пожили. Но нет той семьи, кто бы не потерял на войне из ближних, близких кого-то. Поэтому это такой праздник. И мы самое главное, чтобы вот хотелось бы, чтобы наши потомки, наши будущие поколения знали об этом празднике, поэтому мы всячески стараемся прививать вот этим малышам эту память. А мы занимаемся поисковой работой. И мы вот своих детей вот тоже стараемся приобщать к этому делу. Кто-то умный для меня сказал, люди, которые не имеют памяти и обречены, нет будущего у них. Я просто будущим молодым хочу сказать, храните память. И тогда у нас будет будущее. Что для вас значит этот великий день? Это память, во-первых, о моем отце, который воевал и которого сейчас нет уже с нами. Это традиция, которая соблюдается офицерским составом и всеми людьми, которые дорожат миром и дорожат всем тем, что завоевали наши отцы и деды. Это праздник, как песня поется со слезами на глазах. В Пенчанам в этот день, как всегда, светлое небо, мира на земле. Спасибо нашему руководству страны, что мы живем в мирное время. У нас нет того, что есть на Украине. И то, что мы свободно можем вот так общаться с людьми и праздновать праздники наших дедов и отцов. Те немногие участники Великой Отечественной войны, которые дожили до наших дней, видят, знают, что их дело, их подвиги, гибель их товарищей были не напрасны, что память о них не угасла, и отблески тех боевых лет будут освещать путь новых поколений. А День Победы всегда будет оставаться Великим Днем, единственным праздником, который встречают с радостным замиранием сердца и одновременно со слезами на глазах.